Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот с сегодняшнего дня я начала видео обзоры всех томатов, всех сортов, которые поспели на сегодняшний день. И, конечно, раз уж мы договорились, что я оставляю вот этот томат под кидыш, и многие хотят получить его сорт, тогда я этот томат тоже буду описывать наравне с другими, чтобы люди знали, что он из себя представляет. Потому что смотреть мы смотрели ягодки, но ничего конкретного о нем я не говорила. Сейчас я тоже по таблице, которую составляют для каждого томата, быстро пройдусь и расскажу вам о его характеристиках. Ну, тип куста, конечно, детерминатный, высота 80 сантиметров. Это у меня в теплице, на улице он вырос 50 сантиметров. Цвет красный, форма круглая, вкус сладкий. Подробнее расскажу на дегустации, но я его уже кушала, и вкус прям сладкий. Но это, опять же, при условии, что мы рвем не вот такие томаты, а дожидаемся полной зрелости. Вот такой полностью созревший томат. Я сегодня буду его снимать, буду вытаскивать с него семена и как раз проведу дегустацию. Все вам покажу, но я уже его ела, вкус сладкий. Вес плода неизвестен, потому что у меня села батарейка на весах, но вот примерно, как по таким по ощущениям, 30-50 граммов, не больше. Причем плоды все, почти все равномерные. Вы видите, на кистях они одинакового размера шарики, что вот были первые кисти, что вот вторые, и вот здесь повыше. Они все почти одного и того же размера, он не мельчает, и можно сказать, как однородные такие они. Ну вот что, какие достоинства я у этого сорта увидела? Скороспелость, дружная отдача, вот эта вот именно массовость, высокая урожайность. Вот на таком маленьком кустике, я уже рассказывала вам о нем, он прям улеплен, как буквально гроздь винограда, натуральная гроздочка винограда. Все-все-все улеплен автоматиках. Ну и еще неприхотливость. Ничего с ним я не делала, я просто подвязала его к колушку и все. И он зреет, никуда он больше не растет. Единственное, конечно, он маленький, он выше уже не будет. Сейчас, наверное, он за раз сразу раз отдаст весь урожай и все. Конечно, хорошо, что его не нужно посынковать, но с другой стороны, вот в теплице я в следующий раз места уже не буду занимать на него, потому что жизнь у него коротка, он сейчас отплодоносит и все, это место окажется пустое. Вот в другой теплице я на его место уже посадила другой томат, подсадила, который был, ну были оставлены на крайний случай. Вдруг там нужно будет заменить, что-то сломаю или что. Потому что место жалко в теплице, что я заняла. Но он, кстати, также в этот же срок поспел и в открытом грунте. И вот его одно из достоинств еще, конечно, вот эта раннеспелость, скороспелость, скороспелость его поражает. Он поспел очень быстро и поспел одновременно почти весь. Вот весь урожай какой был, он сразу же отдал. Все, вот это томат, который в виде пересортицы, ну короче, вследствие пересортицы я получила вместо черного принца. Теперь он будет фигурировать под условным названием подкидыш. Я его буду при рассылке семян высылать всем, кто хочет его получить. Высылать буду, естественно, бесплатно, добавлять просто к комплекту семян. Потому что сорт неизвестно что, и я на него не рассчитывала, я не собиралась его вообще размножать или распространять. Но раз люди хотят получить такой вот неприхотливый, скороспелый, такой маленький, аккуратненький, красивенький, вкусненький томат, то, пожалуйста, отдам все, что соберу. Но тут уж не обижайтесь, кому хватит, тому хватит, кому не хватит, извините. Он у меня не запланированно все это. Все, до свидания. Вот это краткий видеообзор нового сорта с условным названием подкидыш. Вот такой он наш подкидыш. Красивый, яркий, прям как крупная черешня. Все.